Достаточные признаки сходимости числовых рядов. Признак Каши. Исследовать сходимость ряда. Ряд записан в виде суммы. Сумма от под знаком суммы дробь в числителе 2n2 плюс 3n-1 в знаменателе 3n2 минус 5n плюс 7 и все это в степени n. Давайте применим радикальный признак Каши для исследования этого ряда. Напомню вам его. Если предел корня n-ой степени из общего члена ряда из a n-ого при n стремящемся к плюс бесконечности существует и равен К, то тогда, если К меньше единицы, то ряд сходится. Если К больше единицы, то ряд расходится. И если К равно единице, то или сходится, или расходится. Найдем предел корня n-ой степени из нашего общего члена ряда. Что тогда у нас в итоге получается? Ну, во-первых, давайте запишем предел корня, при n стремящемся к плюс бесконечности. Если мы извлечем корень n-ой степени из вот этого числа в n-ой степени, то у нас получится корень n-ой степени, это 1n, а здесь у нас n, то в итоге у нас получится число. Мы видим, что у нас числитель-знаменатель для n от единицы до плюс бесконечности всегда является величиной положительной. Поэтому у нас получится 1n и n при перемножении получится 1, и у нас получится, что дробь в первой степени. То есть получится, останется одна дробь. То есть получится у нас корень n-ой степени из а n-ого получится вот эта наша дробь. То есть основание нашей степени 2n квадрат плюс 3n минус 1. В знаменателе 3n квадрат минус 5n плюс 7. Ну, кто не понял, давайте, ладно, запишу. Значит, это будет корень n-ой степени. Нам нужно извлечь из вот этого всего в n-ой степени. Значит, в итоге, как я уже говорил, получится предел при n стремящемся к плюс бесконечности вот этого нашего основания степени. То есть 2n квадрат плюс 3n минус 1. И в знаменателе 3n квадрат минус 5n плюс 7. Теперь необходимо найти предел этой дроби. У нас в числителе и в знаменателе многочлены второй степени, а значит, необходимо поделить на наивысшую степень. То есть на n квадрат необходимо разделить подчленный числитель и знаменатель. Предел при n стремящемся к плюс бесконечности. Дробь. Числитель делим. Давайте так. 2n квадрат плюс 3n минус 1. То есть мы делим числитель на n квадрат. И знаменатель мы тоже должны разделить на то же самое число. То есть на n квадрат. То есть если мы разделим числитель и знаменатель на одно и то же число, то от этого дробь не изменится. Не изменится. Равно. Делим подчленно. 2n квадрат на n квадрат. Будет 2. Предел я перепишу. Предел при n стремящемся к плюс бесконечности. 2n квадрат разделить на n квадрат. Будет 2 плюс. Теперь смотрите. Делим 3n на n квадрат. n и 1n сокращается. Получается 3 разделить на n. То есть в итоге у нас получается 3 поделить на n. И минус 1 разделить на n квадрат у нас еще остается. То есть получается минус 1 разделить на n в квадрате. Делим подчленный знаменатель. 3n квадрат на n квадрат будет 3. Минус 5n на n квадрат. На 1n мы сократим. На n в первой степени у нас получится 5 разделить на n. Получается минус 5 разделить на n. И плюс 7 разделить на n в квадрате. Равно. Переходим к пределу. Получаем 3 разделить на n. При n стремящемся к бесконечности стремиться к нулю. Почему? Потому что константу разделить на бесконечно большое будет бесконечно малое. Точно так же стремиться к нулю вторая дробь. Ну и эти тоже дроби стремятся к нулю. Обе. По той же самой причине. В итоге у нас получается 2 третьих. Тут нули у нас получается. И остается 2 третьих. 2 разделить на 3. То есть предел получился равен 2 третьим. Давайте сравним это число с единицей. Как видно это будет первый случай. То есть это будет число меньше единицы. Откуда следует по признаку каши, что ряд сходится. Запишем ответ. Ответ. Ряд сходится. Ряд сходится. Задача решена. Задача решена.